Всем привет, это Агрокурьер. Ну что, в Самарской области наконец-то стартовала посевная кампания. Началась она на 2-3 недели раньше привычных агросроков. Все из-за аномально теплой весны. Мы приехали на юг нашей губернии. Это хлебная жизница. Здесь традиционно выходит на тех первыми. Что будут и как будут сеять аграрии и не только аграрии, расскажу в этом выпуске. Семечку нашли, ставим. Примерно на глубине 3 сантиметра у нас темечка лежит во влажном слое, да, видно, и присыпано сверху рыхленькой землей. Олег Кулешов фермер не такой, как все. Крестьянский сын, он с измальства познал нелегкий труд в сельском хозяйстве. Потом с головой ушел в банковское дело, а сейчас снова вернулся на землю помогать отцу. Правда, возвращение оказалось революционным. Олег обнулил все олдскульные, то есть стародавние подходы к земледелию. Я понимал, что рано или поздно эффективность сельского хозяйства будет снижаться, поэтому нам нужно бороться за каждый рубль, считать его. Соответственно, техника будет расти в цене, средства защиты растений и семена будут расти в цене, а плодородие почвы будет падать. Это тоже процессы такие взаимосвязанные. Пока в мире, так скажем, то, что мы изучали по интернету, по учебникам, есть технология единственная, которая сберегает почву. Это система без обработки почвы. По-разному ее называют. Прямого посева, наутила, нуля и так далее. Соответственно, когда на почве остается покров, когда остаются корни, которые держат почву, держат ее от водной и ветровой эрозии, сохраняют полагу. Соответственно, уменьшается, кроме всего прочего, количество техники, задействованной в работе. То есть у нас нет культиваторов, БДМов, плугов, чизелей и всего прочего. Конечно, продавцы техники плачут. По большому счету, наша задача уменьшить количество работы, уменьшить количество проездов по полю, чтобы меньше уплотнять почву, чтобы вообще меньше на нее воздействовать. Потому что любое воздействие, вот вы наступили ногой, получилась пыль, да? Видно, да? Пыль. Все, как бы эту пыль ветерок поднял, унес в другое место. А мы хотим, чтобы земля оставалась у нас на полях, ну, либо с соседних полей, которые обрабатываются, стекала к нам. Первая и, пожалуй, главная сложность перехода – это психология. Трудно было сломать убеждения сперва своих же работяг. На самом деле, психологию коллектива очень сложно переломить. Наши деды пахали, мы пашем, и наши внуки будут пахать, как бы. Вот, очень сложно. Вот от этого, на самом деле, очень многое зависит. От того, что собственник решил на что-то перейти, это вообще еще, как бы, ничего не значит. Потому что работу делают люди, да? Если они делают ее по-своему, любое задуманное может превратиться, как бы, в ничто. Вот, поэтому это было самое сложное. Поменять психологию. Поменять психологию. И до сих пор, на самом деле, людям сложно, потому что, а как это мы, вот, почему мы не работаем? Вот, все вокруг культивируют, а мы не культивируем. Все вокруг пашут, а мы не пашем. Но, на самом деле, из-за того, что мы поменяли подход к севообороту, у нас сейчас, уже сейчас 5 культур, мы практически, на самом деле, работаем все лето. Первым, кто отошел от классического подхода, был отец Олега, опытный хозяйственник, бывший председатель колхоза. Но тут традиции испокон веков пахали люди у нас, а тут вдруг вы перестали это делать. Вы знаете, это, конечно, заслуга Олега Алексеевича большая. Он меня убедил. Но я в то же время, еще будучи председателем колхоза, когда работал я, значит, мы тогда уже отказались практически от башни. Но глубоко рыхлители были у нас в то время. Но все-таки мы пахали. Будем так говорить, рыхлили земли. Все равно рыхлили. Второе, значит, в связи с тем, что животноводство было раньше очень большое, вот, поэтому мы каждую соломинку все собирали, и это корм, это корм. Сейчас есть такая возможность, чтобы на полях осталась солома. Это удобрение. Это удобрение. Это первое. Второе. Года три назад, года три, а то, может быть, и четыре, значит, у нас были здесь пыльные были сильные. Вот верите, до 50 сантиметров на металла в лесополосу земли. До 50 сантиметров. Вот верхний слой, представьте себе, который столетиями собирается, вот, вот слой, мгновение исчезает, мгновение исчезает. А вот когда полноутил, если работает, то стерня, она не даст возможности, она не даст возможности произойти. Соседские механизаторы по-разному относятся к экспериментам. Одни смотрят искоса, другие с неподдельным любопытством. А что же свои? Отрицание, гнев, принятие к последней стадии крушения привычного мира привел долгий образовательный процесс. Ну, во-первых, прям в первое, это что, значит, применяется очень много химии, конечно. Химзащита должна быть на высшем уровне. Технологии очень сложные. Вот поэтому, как бы, тут ответственность большая, то есть, необходимо, значит, своевременно выносить, сеять, вносить. То есть, полная защита растений. Ну, по необходимой технологии, как предусмотрено, как в книгах написано, скажем так. Казалось бы, там, посеял, убрал, больше ничего делать не надо. А оказывается, нет. Здесь тоже очень много своих нюансов. Ну, какие-нибудь нюансы? Самые такие вот примеры. Ну, во-первых, посев. Он, как правило, происходит либо раньше, как вот эта вот весна, либо немножечко попозже, когда закрывается мульчой земля. Посев происходит немножечко попозже. Тут тоже нужны крепкие нервы. Как бы все сеют, а мы стоим тут. Тоже, как бы, надо вот это вот выходить. У вас был какой-то внутренний дисгармония, внутренняя борьба. Вот решило хозяйство, руководство перейти на вот такую вот технологию. А вы, может быть, раньше даже и не знали. Вернее, может быть, знали, но всегда. Классика, механическая обработка. Ну, да, тут у меня были такие моменты. Значит, я опасался. И не скажу, что я сейчас полностью, как бы, убедился в этом. Вот. Ну, будем работать, нарабатывать опыт. Как бы вот. Задачи поставлены, их надо выполнять. А что может окончательно развить ваше сомнение в эффективности этой системы? Урожайность, может быть, растет. Вот если будем получать урожайность больше в районе всех, значит, технология правильная. А вот мерить все урожайностью – это как раз и есть привет из прошлого. Эффективность технологии нельзя вычислить на коротком промежутке времени, считает Кулешов. Есть какие-то показатели, которые говорят, не зря, я этим делом занялся? Ну, смотрите, главный показатель, который мы наблюдаем сейчас практически ежедневно – это эрозия почвы. Если вот весной сейчас проехать, ну, сейчас уже не видно, уже заброновали. А вот до обронования, если проехать по дорогам, по сельским, посмотреть, какой сток земли вместе с водой идет с обработанных полей, и тут же сравнить, там уже стоит стерня, да, где стока воды, точнее, стока земли вообще нет. То есть корни держат землю, они не дают ее плыть вместе с весенней водой. По урожайности мы не ставим себе задачу, и на самом деле эта технология, она не дает каких-то суперрезультатов. Наша задача быть, так скажем, стабильными каждый год. То есть за счет сохранения влаги быть стабильными каждый год, потому что здесь идет сохранение влаги, соответственно, тогда, когда там у соседа все пересохнет, мы, в принципе, чуть дольше, чуть дольше наша культура будет вегетировать на поле. Соответственно, если она будет чуть дольше вегетировать, она даст лучше урожай. Он забыл, что такое барана, культиватор и плуг. Совсем не пашет, с удивлением говорят коллеги по цеху. Просто перестать пахать не значит перейти к новому мышлению. Тут целый комплекс агротехнических нюансов. Сусличу нору нашли вот тут, на этом поле, где возделывается по нулевой обработке. Наверное, они тоже приверженцы этой технологии. Так бы запахали бы их давно, и дом слистный. Но нет, ведь живут спокойно все. Здесь и хлеб будет расти, и сусликам приятно. На этом поле в прошлом году рос ячмень, а теперь без привычных обработок засевается горчица. Расскажите, горчица мелкосемянная, очень мало надо ее на гектар? Да, 6 килограмм на гектар норма высева. Поэтому одной заправки бункера будет хватать практически на всю посевную. А я слышал, что горчица, она еще как сидират хороша? Горчица отличный сидират, она фосфаты почвенные делает доступными. И последующая культура этими фосфатами может воспользоваться и повысить, соответственно, урожайность. Поэтому в качестве предшественника для зерновых культур просто идеальная культура. Желтая, значит, продовольственная? На самом деле, она и белая продовольственная, и желтая продовольственная, и черная продовольственная. Там есть такой показатель, как ируковая кислота. Соответственно, если высокое количество ируковой кислоты, это идет на технические цели, и низкая на продовольственные. Планируем экспортировать данную культуру в Евросоюз. Сейчас, в наших условиях. Да, в этом году мы практически весь объем льна по прямым контрактам отправили на экспорт в Бельгию и в Голландию. Ну пусть кушают, пользуются нашим. Но мы и себя прокормим. Обязательно. Экономия материальных ресурсов, повышение рентабельности, сохранение плодородия почвы. Фермер только стремится к прописным преимуществам технологий. Один в поле воин. Кулешов убедился. В заслушливой степной зоне его метод – верный путь к спасению гумуса. Можете меня прямо вот здесь, на этом месте, убедить? Растет здесь плодородие почвы. Выличивается здесь гумус или нет? Слушайте, для того, чтобы... Наша задача сейчас пока прекратить, чтобы гумус... Значит, происходило истощение гумусовое, да? Для того, чтобы гумус возрождался, это следующий этап ноутила – это покровные культуры. В этом году планируем пробное поле посеять покровными культурами. То есть, что такое гумус, да? Вы знаете, да? И почему он разрушается, да? Когда мы землю обрабатываем, гуминовые кислоты у нас разлагаются в углерод и азот. Азот остается, соответственно, у нас в поле, поэтому говорят, вот земля отдохнула, и теперь она даст больше, да? А почему она отдохнула? Потому что гумус разложился, азот остался, а углерод улетел в воздух. Соответственно, уменьшая обработку почвы, мы уменьшаем, либо обнуляем фактически разложение гумуса, то есть, как минимум, мы не ухудшаем состояние почвы. Для того, чтобы его улучшить, у нас практически всегда должны быть в почве живые корни. Живые растения, которые с помощью фотосинтеза забирают углерод, оставляют его там, да, как бы забирают с помощью бактерий, которые живут на корнях и на листьях азот, и оставляют его там. Вот тогда плодородие растет. Вместе с аграриями на посевную выходят и самарские ученые. Юрий Храмов, механизатор опорного научного института имени Тулайкова, этот сезон встречает при поднятом настроении. Ему доверили новый трактор в паре с современным посевным комплексом точного высева. Приятно, очень хорошо, отлично. Как сеет без поломок. Норма высева нормальная. И сефа, соответственно, будет урожай после этого хороший. Два трактора, широкозахватная сейлка, вдобавок уникальный комбайн. Все это закуплено на грант, выделенный по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Масштабное перевооружение института, входящего в Самарский федеральный исследовательский центр Российской Академии Наук, необходимо для ведения селекционной работы на качественно ином уровне. Положение обязывает. Развитию селекции сейчас уделяется повышенное внимание на самом высоком уровне. А самарские институты – настоящая мекка по созданию новых сортов мягкой и твердой пшеницы. Гордость ученых – в прошлом году 70% всех посевов яровой твердой пшеницы в России заняли сорта именно самарской селекции. Если все сложится благоприятно, мы сможем в итоге вот такой большой работы по переоснащению этих двух громадных направлений иметь селекционный центр, который будет вне конкуренции с другими научно-исследовательскими институтами, которые работают в Российской Федерации, и создавать достойную конкуренцию любым иностранным сортам. В рамках нацпроекта «Наука и университеты», а также федеральным и областным программам в Самарском селекционном центре создана генетическая лаборатория. Новейшее оборудование в разы ускоряет выведение новых сортов, на которые раньше уходило не одно десятилетие. Вот то генетическое оборудование, которое приобретено в рамках всевозможных программ, и нашего, в том числе, софинансирования, позволит нам как минимум на 4-5 лет сократить этот срок. И мы намного быстрее начнем создавать новые, качественные, так нужные нашим аграриям сорта зерновых, зернобобовых и технических культур. Кстати, сейчас Самарским исследовательским центром выведены и включены в госреестр 18 новых сортов, которые по качеству зерна значительно превосходят лучшие зарубежные аналоги. Проект, поддержанный на федеральном и областном уровне, в скором будущем решит актуальные задачи по продовольственной безопасности всей страны.